МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И за это мы! Горько! 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 Как только не развлекается инициативная молодёжь в свободное от лекций время. Вот, например, Анна и Константин решили сыграть на бирюсе свадьбу. Как вы познакомились? Мы заехали в одну палатку. Это судьба нас свела. Первый ли год вы на бирюсе? Да, первый. А Жень, это первый раз? Ну, вы в данном случае замуж выходите? Друг на друге. Друг на друге, да. А у вас какой-то брак по счёту на бирюсе? Первый. Единственный, конечно, на всю жизнь. У вас будет сегодня брачная ночь? Конечно, будет. В какой палатке? Лома носа в овосте. Мы придём. Послушаем. А если серьёзно, то случаи, когда на бирюсе рождаются отношения, не единичны. Почти каждый год на общем сборе кто-нибудь из парней делает предложение руки и сердца своей избраннице. Такие трогательные моменты весь лагерь пребывает в умилении. Одну бирюску назовём, да? Бирюсину, бирюсину. Да, давайте первую так назовём, да? Да, бирюса. Если вторая половинка пока ещё не нашлась, добро пожаловать на площадку экспресс-свиданий или на танцевальный мастер-класс. Мы учим людей на бирюсе бачате. Почему на бачате? Пол больше всего подходит для бачата. Почему? Ну, потому что она менее требовательна к полу в этом плане. И вообще на песке танцует. Бачата родилась в далёкой Доминиканской республике. Несмотря на жаркие латиноамериканские корни, танцуют её даже среди сибирской тайги. Чтобы попасть на такой мастер-класс, лучше записаться заранее. Всё зависит от того, насколько вы хотите освоить. Кто-то на машине научается только рулить, и этим доволен. Кто-то в гонщики идёт. На всё нужно разное время. Для того, чтобы просто получать удовольствие, времени много не надо. Как бы вы характеризовали этот танец? Флирк, кокетство, интрига, срань. Какой у него характер? Процесса более задорная. Это более романтично, что ли. А в соседней палатке участники познают искусство живописи. Яркие краски сибирской природы ложатся на импровизированные полотна. Тихий и спокойный мастер-класс, как ни странно, бьёт рекорды посещаемости. Вот у нас такой натюрмарт, он достаточно простой и сложный одновременно. Каждый день новая техника. Днём ранее была масляная живопись, сегодня пастель. Попробовать каждый материал дома – это и дорого, и как-то даже ты не знаешь, как к нему подойти. А здесь вот так коллективно мы работаем, учимся, смотрим, как у кого получается. Свои шедевры участники могут забрать домой. А вот что останется в архивах территории инициативных. Мы всей бирюсой создаём одну большую картину. Мы строим дом. Я задала параметры некоторые дома, а каждый бирюсинец вносит свой вклад. Все творческие мастер-классы проходят после шести вечера, тогда, когда заканчиваются мотковые штурмы. А чем можно заняться в обеденный перерыв? С часу до трёх. Почему лежите, загораетесь, солнца вроде нет? Ну, а что вообще делать? Мы его ждём в ожидании солнца. Вы тут со скольким? Да вот недавно пришли, уже покупались, лежили. А вы знаете, что пляж имеет свойство закрываться в три часа? Ну, теперь да. Не, ну я к тому, что пойдёте на лекции или прогуляете? Мы в Ордкомитете. Тоже в Ордкомитете? Ну да. Чем занимаетесь в обычное от пляжа время? Косички плетон, вода клёвая. Сейчас солнышко ждём, когда солнышко появляется, можно вообще купаться, прям неохота вылазить. Круто-круто, в общем-то. Очень плотный график, адаптировались ко всему, узнавали расписание. Вот сегодня только получилось на 10 минут выбраться на пляж. Вода классная, даже если бы холодная была, это то, что нужно для наших мозгов. Девчонки, вы только что из воды, вода холодная? Нет, совершенно тёплая. График очень плотный, надо идти учиться, поэтому искупались, взбодрились. Помылись и вновь учиться. Кто вам дотащил до сюда эти замечательные шезлонги? Они засняли. Да ладно. Кто-то вот уже позаботился о том, чтобы красивые девушки пришли и могли позагорать в комфортных условиях? Ну, видимо, так. Наверное, это красавчики-спасатели. Вся возможность. Ну и, конечно же, беспрецедентным событием на Бюрюсе-2014 стал воздушный шар. Правда, прокатиться на нём смогли не все. Этот шар мы привезли в качестве приза для победителей команды в нашем сегодня вечернем мероприятии «Квиз». Подняться на нём можно высоко, посмотреть на весь лагерь, посмотреть, я думаю, и на ГЭС и на прекрасный залив. Съёмочная группа «Утро на Енисеево» использовалась возможностью полетать над поляной. Чем больше температура в шаре, тем быстрее он летит вверх. Чем меньше температура, тем быстрее он летит вниз. В следующей серии спецпроекта «Остров молодых» расскажем о том, что происходит, когда в лагере наступает ночь. «Квиза – это мы!» Продолжение следует...